В Екатеринбурге прошли матчи первого полуфинального тура Международной студенческой баскетбольной лиги. В соревнованиях приняли участие четыре команды. Таллиннский технический университет, Латвийский, МГУ и наш родной Уральский федеральный. На кону две путевки в финал четырех кубка лиги. Этим все сказано. И поэтому азарт и бескомпромиссная борьба имели место быть. Да, может быть уровень игры не такой, как в Лиге ВТБ, но как ребята бьются, как сражаются, я получаю удовольствие и как тренер, и как баскетбольный руководитель. На своих телеэкранах вы смотрите видеоконспект встречи между Уральским федеральным университетом и Московским государственным. Сначала были качели, а потом казалось, что МГУ свое все-таки возьмет. А нет, подопечные Сергея Ежова в концовочке прибавили и одержали победу с результатом 73-68. Хочу поздравить команду соперника с сегодняшней победой. Достойная игра, играли два равных соперника. Наверное, все. Хотелось бы, конечно, нам в двойку зайти, но перед нами играла команда Таллина и Латвийского университета. Получилось так, что если бы Таллин выиграл, то у нас бы был шанс, если бы мы сейчас выиграли, то мы бы заняли второе место и поехали на финал. Увы, к сожалению, ни одна российская команда не прошла следующий раунд. Первые два места, а соответственно и две путевки в финал четырех завоевали студенты Таллина и Риги. Урфу на третьем месте, а МГУ на четвертом. Впрочем, результат далеко не самое главное в подобных соревнованиях. Конечно, очень важно, чтобы такие турниры проходили, потому что многослойность развития баскеткола на всех уровнях, от уровня высшего спортивного мастерства до студенческого, любительского, детского уровня, это то, что необходимо только приветствовать и чему необходимо содействовать. Мне кажется, в общем, качество хорошее, игроки прибавляют и накал был, у нас практически были овертаймы до конца, да, то есть на последних секундах все решалось, это самое главное. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА